Опасный туман вокруг школы держит нас заперти. Часть первая. Для перевода второй части мне необходимо 10 тысяч лайков. Вид из окон нашей классной комнаты только мутная белая пелена. Бьюсь об заклад, если бы я вышел на улицу и посмотрел вниз, то не смог бы увидеть землю ниже колен. Но я не буду выходить на улицу сейчас, хотя честно говоря, я думаю, что все-таки покину этот класс через некоторое время. Наш урок по готической литературе должен был закончиться в час 30. Я помню, что просто непрерывно смотрел на часы, наблюдал за бегущими секундами, чувствуя, как голос мистера Самсона отдается в моем теле. Монотонный звук загоняет меня в дымку сонного существования. Я не выспался прошлой ночью, и это, безусловно, сказывается сейчас. Классная комната была освещена исключительно мерцающими на потолке лампами дневного света. Учитель уже через 15 минут после начала урока закрыл жалюзи, чтобы избежать отвлеченных взглядов учеников в окна. Теперь мне интересно, заметили бы мы раньше появление тумана снаружи здания, если бы были открыты шторки? Возможно, мы бы собрались все вместе у окна, шептали друг другу тревожно все слухи, что обсуждались по 10 раз на неделю. Нередко любой беспорядок начинает отвлекать старшеклассников, которые рады небольшим изменениям в течение скучного урока. Я имею в виду, кто сможет обвинить нас в желании прервать постоянное и нудное повторение действительности. Прошло около 10 минут, прежде чем должен был прозвенеть долгожданный звонок, что означало кратковременный перерыв от наших ежедневных пыток. В этот момент я даже не думал о том, что снаружи нас ждет опасность. Как и все одноклассники, я с нетерпением ждал, когда же наступит свобода. И вот со всех сторон вся школа слышит, как разрываются динамики, расположенные во всех углах этого здания. Сейчас у нас будет занятие по маскировке. Мы просим всех сохранять спокойствие и следовать инструкциям своего учителя. Если вы находитесь за пределами вашей аудитории, просим своевременно вернуться обратно. Спасибо. Я услышал коллективные стоны учеников, которые не хотели ползать под партами в темноте. Действительно, единственное, что могло быть намного хуже, чем скучная лекция мистера Самсона, это прерывистый звук дыхания вашего соседа по парте, пронизывающий тяжелую тишину. Тем не менее, мы уже привыкли выполнять такие тренировки. По классу медленно передвигалась мебель, парты тихо скрипели, когда ученики стояли и приседали по команде. Сьюзен выбрала себе место под учительским столом, а Джейми и Одри стояли плечом к плечу в крошечной нише прямо за дверным проемом. Мы все ждали окончания мучений, расстроенно вздыхая, зная, что всего через несколько секунд услышим, как кто-то повернет ручку двери. Очевидно, чтобы напугать нас, это никогда не срабатывает. Затем система внутренней связи объявит, что тренировка окончена. Но это сообщение не прозвучало. Вместо сигнала отбоя, все складывалось по-другому. Тишина и наше молчание. Появление звуков началось с того, что пара девчонок в дальнем углу шептались и хихикали друг с другом. Студенты, становясь все более нетерпеливыми, начали разговаривать и перекликаться. Прошло 10 минут, прежде чем сам мистер Самсон подошел к своему столу, одновременно в процессе прогоняя Сьюзен оттуда и пытаясь выполнить какую-то работу. Прошло еще 10 минут. Учитель забеспокоился, молча указал нам на свои места. Мы недовольно расселись за парты. Это случилось, когда кто-то из ребят выглянул наружу. Я не уверен, что именно он там хотел увидеть, возможно, чтобы просто убедиться, была ли это тренировка другого типа или, может быть, это не учение вообще. Всем остальным не потребовалось много времени, чтобы осознать странность картины внешнего мира. Послышался голос любопытной девчонки. Здорово, ребята, я не могу ничего увидеть снаружи. Это как Сайлент Хилл. Я понял, что говорившую звали Эшли. Однажды работал с ней в паре над лабораторным проектом. Еще один парень пробежал через комнату. Черт, она права. Господи, это какая-то массивная маскировка. Представьте себе вождение в этом тумане. Это не может быть туманом, сейчас даже не влажно. Плюс уже обеденное время. Слишком поздно для тумана. Отличница Сьюзен фыркнула в ответ на такое заявление одноклассника. Она все знает. Наша умница. Эшли снова заговорила. Но явно происходит что-то странное. Как вы думаете? Это как-то связано с вышками мобильных телефонов. У меня нет приема. Учитель строго посмотрел на всех, не одобряя такое поведение в классе. Ребята, прекратите. Никаких телефонов в руках. Мы только недавно обсуждали этот запрет. Правила не изменились с сегодняшнего дня. Несмотря на протесты с Самсоном, было слышно тихое бормотание несогласия. Старшеклассники, которые проверяли свои телефоны ранее и замечали то же самое, переговаривались с теми, кто проверяет их сейчас. Погода шалит, ребята. Кто знает, как это воздействует на все коммуникации. Наконец, я вставил свое мнение, пожав плечами. Еще в нескольких местах появился шум, постепенно увеличивающийся. Когда друзья и соседи по парте начали разговаривать друг с другом, чтобы прогнать скуку. Пять минут спустя, независимо от того, что погода сделала с нашими телефонами, очевидно, произошло еще что-то. Электричество исчезло. Мы все еще могли подключаться к Wi-Fi, очевидно, потому что я пишу это. Но ничего больше. Выключился свет. Даже гул кондиционера, который обычно мы едва замечали, просто затих. Наступила эта пугающая тишина, и ты уже не можешь ее нарушить. В такие моменты ты слышишь штук собственного сердца, который отдается в висках. Было около двух часов, когда мы услышали крик. Он был ужасным и звучал душераздирающе. И это пришло извне. Каждый из нас смог ощутить, как эхо отражается от стеклянного окна, холодного на ощупь. Как я узнал позже, прозвучал первый из многих впоследствии криков. Какой-то ребенок решил выйти на улицу. Мы еще этого не знали. Мистеру Самсону было явно недостаточно информации, чтобы разобраться самостоятельно в странной обстановке. Он резко поднялся и обратился к нам. Я собираюсь поговорить с мисс Янг в классе по соседству. Оставайтесь на месте, закройте за мной дверь, я скоро вернусь. Выйдя из-за стола, учитель быстро шагнул к двери классной комнаты, уверенно толкнув ее своей авторитетной фигурой и выскочил в коридор. Мы следовали полученным от него инструкциям. Как минимум какое-то время. Минуты истекали одна за другой. В такие моменты больше пугает неизвестность. Одна за другой приходят тревожные мысли. А что если нашего учителя нет в живых? А что если никого не осталось в живых? Или что будет, если мы выйдем в коридор? Может наш класс это единственное безопасное место? Наконец в 2.30 дружно решили просто уйти. Что нам оставалось делать? Мы остались без руководства. Просто группа детей, которые совершенно не знали, как лучше поступить, верно? В коридоре было очень холодно. Я сразу продрог, когда переступил порог к классной комнате. Вам знакомо такое ощущение, когда вы входите в Walmart поздним вечером? И там все просто странно. Как будто ты попал в другое измерение. Появилось подобное чувство нереальности происходящего. В залах было темно. Вокруг мертвая тишина. Ни единого звука. Мы увидели тусклый свет, проникающий сквозь двойные двери в вестибюле, который отбрасывал большие серые тени за дверными проемами. Туман плотно прижался к двери, почти зловеще. Я ухожу. Парень решительно пожал плечами, выкрикнув это, и направился к дверям. Эшли хотела задержать его. Она сказала. Что если подключена сигнализация? Тогда сработает сирена. Опасно выбираться наружу, если мы находимся в закрытом помещении по неизвестной причине. Электричество исчезло. Я сомневаюсь, что оно здесь есть. Старшеклассник отмахнулся от предупреждения. Я только мельком взглянул на него, когда услышал, как открылись двери. Сразу же парень начал кричать. Он резко оторвался от двери, как будто его что-то обожгло. В воздухе резко запахло хлором и отбеливателем. Может быть, добавилось немного сладковатого аромата формальдегида, который в классе зоологии используется во время экзаменов. Дверь захлопнулась, как только смельчак ее отпустил. Туман у входа быстро рассеялся. Одри бросилась к парню, пытаясь ему помочь. Что случилось, Джош? Она положила руку ему на плечо, затем быстро отдернула ее, резко выдохнув при этом. Как будто притронулась к раскаленному железу. Потому что на самом деле получила сильнейший ожог. Казалось, она почти мгновенно оценила ситуацию, отстраняясь от лежащего перед ней одноклассника, который теперь издавал хриплые стоны и корчился от боли. Это напомнило мне о больном с воспалением легких. Звук страданий совпадал полностью. Все явно это видели, как сильно обжегся Джош. Кожа парня горела, на ней возникали ярко-красные волдыри, пузырящиеся, как на ладонях Одри. Страшная картина. Однако в этой ситуации вряд ли кто-то мог трезво оценить суть происходящего. Не забывайте, мы всего лишь обычные подростки, которые еще не знают, как принимать самостоятельно решения. Со всех сторон слышались голоса. Это химический ожог. Что коснулось тела парня? В научной лаборатории есть душ, мы должны смыть неизвестное вещество. Как это произошло? 30 голосов, все сразу. Мы в конце концов решили разойтись. Пятеро из нас вместе с пострадавшим направились в комнату 2Б, лабораторию с предполагаемым душем. Остальная часть вернулись в класс. Половина ребят были жутко тихими, другие возбужденно болтали в замешательстве и тревоге. И вот мы еще здесь, ребята. Через пару часов все ученики, оставшиеся в школе, собрались в нашем классе в окружении опасного белого тумана. Вокруг здания сплошная пелена из ядовитых химикатов. Мы должны найти кого-то, кто расскажет, что происходит. Ведь невозможно просто сидеть здесь и ничего не знать, не так ли? И все же, именно это мы и делаем. Конец первой части. У нас есть хорошие новости и много плохих известий. В моей голове сейчас все перемешалось, руки не перестают дрожать, и мне тяжело писать подробно о дальнейших событиях. Сначала небольшое неприятное открытие. Я больше не чувствую запаха, совсем нет обоняния. С тех пор, как я впервые уловил резкую вонь в воздухе, просто больше не могу. Мои ощущения медленно угасают некоторое время, а затем просто исчезают. Нос теперь постоянно переполнен, хотя нет никаких явных признаков простуды. Я невероятно расстроен этим, ничего не помогает, я не могу избавиться от слизи и дышать становится намного тяжелее. Как будто небольшая тяжелая гиря лежит на моей груди. Не знаю, является ли это только началом всех моих бед, пока я один имею такие симптомы. Хорошие новости. Многие из нас последовали некоторым вашим советам. В то время, как у нас не было более совершенных материалов, мы использовали все, что попалось под руку. Мешки для мусора и клейкая лента. Плотно закрыли две классные комнаты и использовали пальто, куртки и одеяло, чтобы сделать большое постельное ложе для всех прошлой ночью. Было поздно. В классе очень темно. Густая чернота, которая сильно давит на психику. Это трудно объяснить. Обычно мы проводим так много времени вокруг освещенного пространства или под покровом звезд и лунного света, что становится действительно чертовски неприятно, когда вообще ничего нельзя разглядеть. Это просто кромешная тьма. Мне жутко и тревожно. Я долго не мог заснуть. Наступившим утром первым делом мы поднялись на крышу. Я был одним из тех глупых пацанов, которые предложили сделать это. Как только втроем выбрались туда, сразу заметили, что туман достигает уровня второго этажа. Он только слегка касается краев крыши. Белесая полоса растекалась массивно. Я не видел границ ядовитой мутной пелены. И это говорило о многом, если учесть, что школа располагалась в центре города. По общему признанию, такое зрелище волновало всех нас. Как насчет наших родителей? Где наши братья и сестры? У многих школьников была семья из города. Я не был одним из них. Наш дом располагался в отдаленном поселке. Постоянно звонил родным, но на мои звонки никто так и не ответил. Я переживал, даже плакал несколько раз. Много плохих мыслей появлялось в голове. Понятия не имею, в порядке сейчас мои родные или нет. Мы видели бесконечные мили тумана, и теперь все оказались в опасности, словно в шаткой лодке, плывущей по чудовищно огромному океану. Я не думаю, что кто-нибудь поможет нам, даже если такие люди еще могли оставаться в городе. Как спасатели смогут добраться до нас? Постояв вдоль линии крыши и осмотрев все вокруг, ребята вернулись обратно в школу. Я остался один, уставившись в серо-белое море. После очень долгого времени, которое я провел там, просто сидя и смотря в туман, медленно поднялся и спустился вниз по лестнице. Эшли снова плакала. Я слышал, как слабое эхо ее рыдания отражается от стен школы. Осторожно постучал в дверь лаборатории. Водри тоже была там. Она держала подругу за руку. Спросил, обращаясь к обеим девушкам. Я направляюсь в кафетерий. Вы хотите пойти со мной? Эта прогулка была похожа на то единственное удовольствие, которое мы могли себе позволить сейчас, пытаясь отвлечься. Откликнулась только Одри. Конечно, мое присутствие здесь не приносит никакой пользы. Я не могу утешить Эшли и заставить ее перестать плакать. Девушка опустилась с лабораторного стола, на котором сидела и вышла вслед за мной из класса. Когда мы проходили через дверной проем, я старался не смотреть на простыню, покрывающую Джоша. Интересно, пахло ли это гнилью? Я не мог дать ответ на свой вопрос, просто ничего не чувствовал. Наши шаги некоторое время были единственными звуками в коридоре, наполненном тишиной. Теннисные туфли, казалось, громко скрипели на полу, покрытым воском. Мне не хотелось молча шагать. Я нерешительно начал разговор. Для начала спросил, «Как твоя рука?» Эшли пожала плечами, потом сказала, «Я имею в виду, она больше не болит. Ничего не чувствую в этом месте, если сказать честно». «Это нехорошо». Как-то я читал о том, что человек, получивший слишком сильный ожог, больше не мог чувствовать это место. Как только реакция пошла на вашу кожу и прожгла верхний защитный слой, она идет вглубь через ваши самые чувствительные нервные окончания, полностью уничтожая их. Я постарался не показать свою растерянность от услышанного признания одноклассницы и перевел разговор на другую тему. «Ты слышала что-нибудь о своей семье?» «Я не могу дозвониться родителям. Весь город такой странный. Мы с ребятами видели туман с крыши. Он покрыл большое пространство». Ее вежливая улыбка была ответом на это. «Несколько моих кузенов живут в Огайе. Я не могу связаться ни с кем из них, как ни старалась. Хотя мы не... Мы даже не в новостях, Сэм. Никто ничего не слышал о нас. На городской дороге блокада. Моя кузина, она ехала сюда вчера вечером, чтобы забрать меня. Но парни, дежуровавшие там, не пропустили ее и ничего не объяснили. Известно только то, что город изолирован». Голос Одри дрогнул, прежде чем она прочистила горло, отводя взгляд в сторону от моего лица. Это уже смотрел на свои ноги, переваривая услышанное. Это странно. Мне с трудом удалось выдавить ответ. Я почувствовал комок в горле. Эмоции сдавливали мои легкие. Мне не хотелось быть похожим на Эшли и плакать из-за того, что я не мог контролировать свое состояние. «Беспомощность. Это именно то, что мы сейчас имеем». Через минуту, собравшись, я начал рассуждать. Еще более непонятно, что мы не встретили ни одного из наших одноклассников. Где они? Где мистер Самсон? И что это за дерьмо, которое сделал Туман с Джошем и мной? Что вообще будет с нами, если кто-то откроет главные двери? Когда мы достигли прихожей перед кафетерием, я услышал негромкий всхлип девочки. Она быстро закрыла лицо руками. Мягко спросил. «Ну чего ты? В чем дело?» Одри первая заметила это. Пол усеянный телами. Мы увидели их через стеклянную раму на входе, прежде чем успели открыть двери кафетерия. Я содрогнулся. «О мой бог!» Наконец мне удалось что-то почувствовать. Запах. Настолько густо сконцентрированный и такой сильный, что Одри начала задыхаться. В этот момент я получил ответ на свой вопрос. Пахло гнилью, трупными разложениями. Я почувствовал эту вонь едва ощутимо в воздухе, которым дышал. Девушка снова вздрогнула, согнулась пополам, схватившись за живот своей обожженной рукой. Я поддержал ее, обняв за плечи. Очевидно, заходить в кафетерий нельзя. Там было небезопасно. «Давай двигаться отсюда!» «Надо уходить!» «Немедленно!» Я потянул Одри по коридору. «Поищем продукты! Возможно, нам придется разграбить торговые автоматы!» Потрясенная увиденная картина моя спутница спросила. «Они все мертвы?» «Сэм, что там случилось?» Используя словесный эквивалент пожимания плечами, я ответил. «Кто-то должно быть оставил окно открытым. Я не знаю это наверняка. Обед проходил примерно в то время, когда у нас в классе началась учебная тревога по маскировке. Мы должны рассказать об этом остальным ребятам». Потихоньку вел Одри за собой. «Сам я чувствовал какое-то оцепенение, словно зверек, загнанный в ловушку». «Сэм, Одри!» Когда мы свернули за угол, там стояла мисс Янг. Одри подавила рыдание, выбегая вперед, чтобы инстинктивно прижаться к ней. «Дорогая, что случилось с твоей рукой?» Учительница положила руку девочки на спину, приобняв ее и глядя на меня. «Я пыталась помочь Джошу, я так старалась спасти его!» Одри нервно рассказывала произошедшее с ней, доверчиво ухватившись за руку женщины. Я прошептал, «Кафетерий опасен, там много погибших». Волна восторга от этой встречи пронеслась по моим венам, возвращая моему организму чувство безопасности. Мисс Янг согласно кивнула мне. «Я предполагала это, надо держаться подальше от опасных мест». Мои ученики и ребята нескольких других классов собрались в актовом зале. «Учителя сейчас пытаются найти всех детей, оставшихся в школе, каждого живого ученика. Сейчас небезопасно бродить вокруг». С этими словами она осторожно отодвинула Одри от себя, уговаривая нас двигаться за ней по извилистым коридорам, мимо множества дверей с табличками. По крайней мере, почти 100 школьников находились в большом зале. «Я узнал нескольких ребят, и Одри тоже. Послышались радостные вопли, когда мы вошли туда. Некоторые дети были сильно напуганы и плакали. Эмоции присутствующих были разными и в целом смешанными. Так мы узнали, куда подевались другие ученики, когда нас окутал страшный туман». Лишь в полной темноте все найденные дети закончили свой путь через двери общей аудитории. Единственным источником света, который появлялся неожиданно, был экран случайного телефона. Мисс Янг для всех являлась звездой в темной завесе, которая окружала нас. Она морально поддерживала ребят и успокаивала их. Учительница держала в руках включенный фонарик. «Тишина! Всем молчать и внимательно слушать!» Она закричала, подняв вверх руку. Потребовалось несколько минут, прежде чем наступила тишина. Даже в темноте, слабо нарушенной тусклым светом небольшого маячка, можно было заметить, что выражение ее лица было торжественным. Уверенный голос подтверждал это. «Внимание, Уитакер, мистер Ордл и я – единственные учителя, которые сейчас находятся рядом с вами. Остальных мы не нашли до сих пор. Я уверена, многие из вас уже догадались, что мы не можем покинуть нашу школу. Вы сразу увидите, предприняв такие попытки, что любые усилия приведут к тяжким телесным повреждениям. Воздух наружу невероятно опасен, смертельно токсичен. Мы просим всех вас воздерживаться от открытия любых внешних дверей и окон, а также не ходить по коридору мимо кабинетов английского языка, математики или кафетерия. Каждая из этих комнат имеет открытые окна. В некоторых вы можете видеть туман, в других его не так легко заметить. Пауза. Мисс Янг немного помолчала, словно оглядывая всех нас. Нам еще предстоит связаться с кем-либо в городе, но мы работаем над тем, чтобы подозвониться до соответствующих должностных лиц. Мы просим вас все время сохранять спокойствие. Пища будет поставляться вам так часто, как это возможно, вместе с водой. Но, пожалуйста, избегайте пока пить воду из водопроводных кранов, поскольку она может быть загрязнена. Мы прилагаем максимальные усилия и обещаем, как можно скорее сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность вашего пребывания в этом здании. С этими словами она ушла совещаться с другими учителями. Студенты кричали, обсуждая ситуацию. Волна абсолютного хаоса и шума проносилась по всей аудитории. Со всех сторон слышались вопросы и заявления. Мои родители, я увижу их. Мои друзья были на ланче. Они в порядке? У кого-нибудь есть зарядное устройство? Я голоден. Ненавижу это. Моя сестра дома одна. Мы не можем просто уйти. Прошло еще много времени, прежде чем все успокоилось. Я решил, что пора обновить темку. Очевидно, какие-то чиновники знают, что здесь происходит, потому что город закрыт и выставлены блокады. Я не понимаю, как учителя собираются связываться с городской администрацией, но верю, что они будут стараться изо всех сил. Одри вместе с несколькими другими учениками, которые подверглись воздействию тумана и получили ожоги, сейчас осматривает мистер Ордл. Он преподает химию, поэтому, надеюсь, сможет ей помочь. Ведь этот кошмар не сможет длиться долго, верно? Я имею в виду, облако должно рассосаться, в конце концов, не так ли? Правильно? Конец второй части. С тех пор, как все это началось, я не слышал животных. Обычно с такими тонкими стенами можно услышать птиц прямо из класса, но теперь я не слышу их даже с крыши. И поверьте мне, я пытался проверить это. Поднялся туда ночью, чтобы немного подышать воздухом, когда стало совсем не в моготу от скопления грязных потных подростков и их стонов. Но молчание, окружавшее меня, было еще хуже. Боже, у меня дома живет кошка. Надеюсь, что наш пушистик в порядке. Этим утром десять из нас проснулись больными. Я в том числе. Лихорадка, тошнота. Я слышал, как мистер Уиттекер разговаривал об этом с мисс Янг. Она думает, что у заболевших пневмония. Как только учителя узнали, что мы больны, были приняты дополнительные меры предосторожности и перекрыты все вентиляционные отверстия и дверные проемы наружу. Введен этакий импровизированный карантин. Я слышал, что им удалось как-то попасть в столовую и навести там порядок, но я, честно говоря, не хочу туда идти. Не думаю, что весь школьный запас отбеливателя мог очистить столько красных пятен и бог знает, что сделали с телами погибших. На более яркой ноте прозвучала новость, что удалось запустить генератор. У нас теперь есть свет. У нас мало бензина, всего запаса хватит на неделю, поэтому мы отключаем генератор в дневное время, чтобы экономить топливо. Одри больше не говорит со мной о своей руке. Я бы обнял ее, чтобы утешить и поддержать. Но нам посоветовали на время избегать физического контакта с больными. К сожалению, опять же, включая меня. Я не могу сосчитать, сколько раз я задыхался от своих собственных соплей. Сегодня проснулся около трех часов утра. Разбудила меня сильная рвота и кашель. Долго не решался заснуть. В аудитории на нашей стороне недостаточно места для сна, поэтому аспирация мой настоящий страх. Я сомневаюсь, что это реалистично, но тем не менее, страх удушья вонзился, как гвоздь в мою голову. Все же, ситуация усугублялась. У нас хватит еды только на пару недель. Некоторые ребята страдают диабетом, имеют хронические и психические заболевания, лекарства от которых отсутствуют в школе. Я не спал последние трое суток. Постоянные кошмары изматывали меня и разрушали организм. Все чертовски умирали от бездействия и скуки. Выживание действительно становится утомительным через некоторое время. Я нашел в библиотеке пару инструкций по фильтрации воды и поделился ими с мисс Янг. Она согласилась применить их в действии. Я застал учительницу в попытках связаться с властями. Она хотела также обратиться к новостным агентствам, поэтому наш день был сосредоточен на этих двух важных вещах. Удре удалось дозвониться до своих двоюродных братьев, которые наконец-то заставили одного из парней на блокаде поговорить. Каким-то образом они смогли убедить охранника поделиться сведениями. Он подтвердил, что этот туман появился в результате химического разлива и что власти работают над решением проблемы. В данный момент невозможно ради собственной безопасности предпринять спасательную операцию, пока все вокруг не будет очищено. Неясно, сколько времени это займет. Я слышал, что чиновники все еще пытаются держать эту экологическую катастрофу под секретом. Каждый день мы видим, что туман усиливается так или иначе. Невозможно определить его пределы, он свободно плавает уже по краю крыши школы, по словам парня, побывавшего наверху. Еще вчера он едва колыхался на уровне второго этажа. Какой-то ученик по имени Бредди пропал без вести. Он думал, что у него получится без проблем пройти мимо кабинета английского языка. И глупый парнишка подошел и открыл проклятую дверь. Успел заглянуть под нее, засунув голову за дверной косяк. Больше парня никто не видел. Нам повезло, что учителя отгородили нас от некоторых коридоров. Они сейчас не позволяют никому бродить возле наружных дверей и создали несколько постов наблюдения. В основном нарушают запрет дети, которые не могут еще понять, что происходит что-то ужасное. Они ведь еще совсем дети, а некоторые нарушают, потому что просто не могут справиться с эмоциями. До того, как Бредди пропал, мы предложили разойтись по нескольким комнатам. По крайней мере, не так много людей могло находиться в тесноте. Хотелось немного тишины и покоя. Но после того, как все пошло на ухудшение, эта идея также была быстро забыта. Я узнал, что мистер Уордл связался с несколькими научными специалистами, чтобы выяснить, как мы можем остановить то, что находится снаружи. Также, возможно, он получил консультацию насчет трубопровода, чтобы у нас было больше хорошей воды. Но он разрывался между этими мероприятиями и ранеными детьми. Один из стоявших рядом с нами школьников упомянул, что некоторые из них надевали какой-то специальный костюм. Я беспокоюсь, что один из учителей захочет проверить это, если пацан говорит правду. Нам всегда заявляли, что сначала нужно спасти женщин и детей. Но, по правде говоря, у взрослых жизнь ценнее. Учитель гораздо более полезен, чем большинство из нас. Мы не можем позволить себе потерять их. Спустя некоторое время нас спасли. И я все еще жив внешне, но теперь мертв внутри. Я остался живым, как и немногие остальные дети, которые были со мной в школе. Прошло две недели с тех пор, как мы вернулись домой, и все казалось нормальным. Все взрослые ожидают, что мы вернемся к нашей повседневной жизни, как будто ничего не произошло. Планета продолжает вращаться, мир уцелел, несмотря на наши усилия по его разрушению. Несколько учеников в страшном тумане потеряли семьи. Я был одним из немногих счастливчиков, с которыми это не случилось. Правительство, наконец, вмешалось в чрезвычайную ситуацию. Еще несколько психологов подключились с рекомендациями. После чего нам, студентам, даже разрешили пообщаться с нашими семьями и поговорить обо всем, что произошло. И все-таки в дальнейшем мы подписали несколько бумаг, в том числе документ о неразглашении увиденного. Власти все еще хотят держать все случившееся в тайне, и это понятно. Оказывается, многие из вас были правы, когда говорили об экологической катастрофе. У меня все еще держалась температура, когда туман начал проясняться настолько, что полиция смогла приблизиться к школе и пробраться внутрь через парадные двери. Копы проверили всех нас по отдельности и провели с нами один день, пока все ждали, что снаружи станет достаточно ясно, чтобы уйти. Это была очень беспокойная ночь. Наше спасение пришло, и все же мы до сих пор оставались в ловушке. Как только я оказался вне стен школы, началось медицинское обследование. Меня привели в кабинет психолога и усадили напротив врача. Доктор смотрел на меня внимательно, сидя на стуле по другую сторону стола. Строгое лицо, глаза, прикрытые очками, в правой руке ручка. Психолог начал неиспешно, очень осторожно объяснять мне, что именно произошло. Химический завод работал на неисправном оборудовании. Люди, уточняющие причину аварии, считают, что аппарат перегрелся и взорвался, выбросив в воздух большое количество ядовитого газа. Он говорил это вкратчивым голосом, отвратительно гладким. Складывалось ощущение, будто мед стекает мне в горло. Я не мог больше молчать, просто задыхался от нахлунывшей злости. Выкрикнул, уже не сдерживая себя. Почему они не пришли и не забрали нас раньше? Мы ждали целую неделю, выживали в этом аду. И за это время погибло много людей. Ни один мускул не дрогнул на лице доктора. Они не хотели рисковать кем-либо еще. Не думали, что кто-нибудь выжил. Мужчина немного помолчал, затем продолжил объяснять. Не было смысла отправлять спасательную команду за телами, которые они могли бы забрать, как только туман рассеется. Я не услышал ни единого сочувственного слова, сожаления о погибших. Мне казалось, что я отключаюсь, уплываю куда-то из моего собственного тела. Наверное, где-то посреди беседы я просто вырыбался. Мое сознание унесло меня снова в школу, наполненные ужасом дни. Около недели было потрачено только на выживание. Я нервничал, постоянно психовал, ел только тогда, когда голодные боли проникали в мои кости. Спать не мог вообще, только когда терял сознание во время ходьбы. Мозг на время позволял мне вырваться из страшной реальности. Что же произошло в школе в эту неделю? Грипп вызвал болезненную лихорадку у многих ребят. Лекарства быстро закончились. Зависимые от запрещенных препаратов уже начали проходить стадию ломки. Один из них попытался заполнить газом театральную комнату, почти открыв большое окно. Но учителя смогли вовремя остановить его. Однако они не сумели удержать парня по имени Тайлер, когда он схватил нож и начал размахивать острием направо и налево. Мы потеряли четырех учеников и учителя в результате этой дикой выходки. Сьюзан и мистер Уордл оказались среди жертв. Тайлер пробирался через караульные посты к входной двери. Мистер Уордл пытался остановить подростка, но безуспешно. И я помню крик этого ненормального. Мы складывали останки в подвал вместе с другими, которые там накопились в большом количестве. Я вызвался помочь. Запах, пронизывающий подвал, был отвратительным, инстинктивно вызывающим тошноту. Кроме этого, в школе в основном было тоскливо. От нечего делать, просто можно сойти с ума. Электропитание пропало как-то слишком быстро. У нас закончился бензин, и большую часть времени мы проводили, разговаривая друг с другом или просто в молчании, уставившись на стены. Без водопроводной воды было трудно купаться и пользоваться туалетом. Закончились свежие продукты, и приготовление пищи было сведено на нет. И несмотря на то, что мне повезло выйти живым оттуда, мне сейчас намного хуже, чем когда я был в школе. Теперь же я постоянно беспокойный и разочарованный человек, потерявший опору. Я больше не могу нормально спать, если только не дохожу до полного истощения. Когда я наконец смогу заснуть, мне обязательно будут сниться кошмары. Единственный светлый момент – то, что Одри и я стали настоящими друзьями. Она все-таки потеряла свою руку. Это оказалось неизбежным. Были слишком сильно повреждены нервы и кожные покровы. Несмотря на ожидаемое всеми нормальное поведение, я воспринимаю окружающее меня по-другому. И сам я тоже иной. Чувствую себя тенью неизвестного человека, следующего за чужой жизнью. Это совсем не похоже на мое прежнее существование. Один и тот же парень, судя по внешнему виду, но совершенно другой внутри. Психолог сказал, что такое ощущение возникло из-за психологической травмы. Школа начинается после Рождества. Но я не хочу туда возвращаться. Даже жить теперь не хочется. Нет живых эмоций. Я просто устал.